Каждые выборы, как только они начинаются, где-то появляются и так далее, они дают очень много авансов и обещаний народу, что они принесут какие-то изменения к лучшему. Это анонсируется, это поддерживается во всех СМИ, поэтому предпринимаются какие-то шаги, меняются там члены избиркома, председатель комиссии избиркома. На самом деле информационные агентства имеют давным-давно уже всякие рейтинговые таблицы, в которых, как правило, как правило, показывает правило, статистика об этом говорит, очень мало расхождений с окончательными результатами выборов. Если ваши опросники все говорят, что этот кандидат по опросам, мнения, набрал там более 70% голосов, то после голосования выясняется, что в этих границах он где-то и трепещется. Если, допустим, у нас были выборы мэра, и Собянин лидировал с огромным отрывом, он также с огромным отрывом победил. Такого, что кто-то вдруг резко вырвался. Было бы в истории выборов раза два. Одна из них, песня, это история, когда Лебедь, гумернатор, подал заявку за две недели до выборов и выиграл в Красноярском крае. Но там очень слабый был основной кандидат, и был тогда такой серьезный, серьезное протестное начало в населении бурлило. Сейчас все устаканилось, все более-менее стабильно. Мы знаем приблизительно, как эти выборы закончатся. Конечно же, некоторые СМИ пытаются сделать из этого новостное событие информационный повод, но по большому счету я не жду больших изменений, что там резко придут какие-то новые люди, что вот не какие-то выскочат какие-то там серые кардиналы появятся, или серый какой-то новый кандидат, который придет, всех сметит. Ничего этого не будет. Но в этом есть свой положительный как-то свой плюс, потому что не будет тех самых серых лошадок, которые вдруг ни с того ни с сего кинут лозунг, земля крестьянам, каждой бабе по мужику. А лозунг-то этот надо выполнять, а у тебя нет никаких сил. Я помню этих людей, которые вскакивали на коня и пытались что-то махать шашкой, но если у тебя нет поддержки, а что такое поддержка? Это вот та самая платформа, на которой человек идет на выборы. Если он идет, почему у нас об этом много, мы неоднократно говорили, если за тобой партия, если за тобой информационные медийные ресурсы, если за тобой люди, которые способны реализовать твои обещания, тогда понятно, что эти обещания имеют право на жизнь. Если ты прибежал, вот я сейчас выскочу куда-нибудь, скажу, я изменю вашу жизнь. То есть первый вопрос, который мне надо будет задать, как ты это будешь делать и с кем? А поддержит ли тебя? Миша Евдокимов выскочил в свое время в Алтайском крае, а его не поддержали местные. И вдруг выяснилось, что эта конфронтация ничему хорошему для края не привела. Все его положительные реформы, все его изменения, которые он не мог провести, именно потому что нет кадров. А кадры, сказал Ленин, кадры решают в силу. Сталин этот лозунг поставил просто на щит и с ним уже прошагал всю свою жизнь. Но, ребята, давайте сначала создадим платформу кадрой. Хочешь бороться с коррупцией? Сначала создай структуру, которая это будет осуществлять. Я буду бороться с коррупцией, с удовольствием, но что я могу сделать? Ничего. Продолжение следует... Продолжение следует...